Всем привет, друзья! Всем доброго вечера! Вы даже не представляете, сколько у нас времени. У нас сейчас начало 10 вечера. Вот так вот спонтанно, просто я решила вам показать, как готовится чечевица. Пошла наверх к нам в комнату, сказала Шекер, я пошла делать новое видео. Я буду готовить мой любимый рецепт чечевицы. Вообще просто я чечевицу не очень-то люблю, но именно вот этот рецепт я просто обожаю. И Шекер сказал, нет, буду готовить я. Поэтому Шекер пришел, я приготовила тут ужин, тут готовится, ну как бы сабджи, уже приготовились, да, Шекер? Да. В общем, сейчас мы будем готовить чечевицу, показывать вам тот самый знаменитый индийский рецепт чечевицы. И Шекер сказал, что он покажет, как готовится просто рис, который мы кушаем, но как бы каждый день. И я замешаю вам тесто. Что нам нужно? Кастрюля. Кукур. Вот чечевица. Чечевица, ну в принципе любая чечевица. Покажи, как она у нас поближе, можно показать? Да, вот мы, да. Это желтая, красивая? Да. Дальше. То есть мы просто сейчас будем варить. Вот дай, спортика. Подожди, мы сейчас просто отварим чечевицу и потом будем делать очень вкусную обжарку для нее. Шекер то, что показала в баночке желтой, это асофетида. И куркума. Куркума. И соль. Соль, ну так вот здесь вот, лук, чеснок, чили, зира, кельца, помидор, ну и все. И соль. А, так ты жарить будешь? На каком масле? Конечно же. Ки. На топленом. На топленом масле. После твоего зира, райс, уже ничего там не осталось. Ну в общем, ребят, чечевицу можно брать абсолютно любую. Вот у меня, например, самая любимая чечевица, это розовая. Она продается практически в каждом русском магазине. И, кстати, она готовится быстрее всех. Но вот эта чечевица, она тоже вот, ну как бы желтая, вот маленькая, она тоже очень быстро варится. Но у кого нет вот таких кастрюль, которые готовят под прессом, так сказать, в вакууме, да, она готовится, то лучше всего замочить чечевицу на сколько часов? Наверное, на как 8 часов, ну просто на ночь замочить или там утром замочить, вечером приготовить. И тогда она просто, ну как бы, буквально, ну наверное, за по часу она варится. Просто в кастрюле, ну можно, конечно же, в мультиварке. Я, например, в России готовила в мультиварке. Прямо ставила на программу суп, она готовится ровно час. И, ну как бы, все до идеального состояния она у нас готовилась. Так, расскажи, пожалуйста, зачем масло кладут в чечевицу, когда варят? Ну, чтобы вот как не брызгают. Ну, чтобы не убегало, да, чечевица у нас очень много? Да. Сколько надо? Буквально щепотка на кончике ножа. Вообще с аппетитом люди добавляют практически в каждое блюдо, потому что оно препятствует газообразованию. То есть, ну как бы, пищеварение, ну как бы, улучшается вот это с аппетитом. И поэтому, поэтому я даже, кстати, в Россию сюда вожу, чтобы мама, тем более, когда бобовые мы готовим, тогда обязательно нужно вот чуть-чуть буквально льго добавлять. Кстати, в всяких магазинах, типа, здоровый продукт, даже, мне кажется, на зоне можно получить спокойно вот этого с аппетитом. Ну, как, я видела, видела, в России она продается. Поэтому можно ее купить, но ее самое главное – это готовить. В самом начале ее нужно положить, ни в коем случае, ни в конце. То есть, мы начали варить, вы видите, мы положили сырую чечевицу, и туда мы положили уже асафетиду. Когда готовите с аппетитом, в самом начале мы кладем вот эту асафетиду, потому что она должна приготовиться. Если она не приготовится, она, ну, просто ужасного такого вкуса. Вы даже вот, если кто-то там откроет, купит себе, откроет, она просто вот нос, вот как сказать, ну, это противно становится. Ну, в общем, она ужасно воняет. Это вообще, кстати, очень полезная штука. Это смола укроп зонтиковых растений. Вы знаете, как грудничкам дают укроп, да, заваривают укроп. Помнишь, мы Вике давали? Укроп дают и вот помогает, ну, как бы от коликов, да. А вот это именно смола высушенная, то есть она очень полезная. Пока Шекар там поставил сковородку, она у нас почти греется, в общем, я быстренько замешиваю тесто, а нам больше ничего не надо, кроме как муки и воды. Вот я замесила, это процесс у меня получилось. Шекар сейчас хочет сразу поставить рец, готовите. Там мыть надо ее нормально, потому что это... Домашний рис. Домашний рис. Очень греало. Ну, мне кажется, что... Это полезно. Мне кажется, что каждый рис нужно мыть, обязательно хоть с магазина, хоть домашний. Покажи, сколько ты воды. Вот как, ну, мой палец, вот как под ноги. Ну, в общем, ты отмеряешься до по пальца, да, сколько ты нужна в рец. Все, рис уже. Так, пять минут и готовится. До такого состояния мы варим. Она полностью готова. Правильно, да. Можно на растительном масле гадать в ООО, жег. У тебя все королевское, жег. Нет, ги-то надо, потому что вот сейчас зира, чеснок и чили. Чили нам нравится. Ну, чили можно, да, можно без чили готовить. Ну, в принципе, вот такая вот небольшая стриха, очень даже вкусно в супе. Вообще, никакие специи, кроме зиры, там ничего не будет. Буквально две минуты, как он чуть-чуть доставил, как коричневый. До салатистой корочки. Да. Можно готовить на любом масле, можно на растительном, горчичном. Да, любой, как он. Любое вообще масло. Хоть на свино жире, да, Шек? Она почему нет? Ну, конечно. Видно? Да, да, да. Золотой. Салатистский сразу помидор. Помидор готов. Чуть-чуть соли нужно. Ладно, чуть-чуть. Свет, ну давай показывай. Давай показывай. Просто что ужин будет. Пока тут жарится. Ну, ты на сильном огне жаришь, да? Да, конечно. Чтобы именно обжаривать, да? Как в России мы обжарочку делаем. Да. Борщ. Давай. Что ты готовил ты годный? Сабди. Сабди из кабачка и картошки. Можно ли кабачки, картошки. Получилось? Ну, вкусно получается. Пап, и вкусно. Сам Шекар приготовил для нашего дяди. Он любит просто зеленые овощи тушеные. Это называется минуа, да? Да. Все уже обжарка готовила у тебя? Да. Вау, как красота. Все, такой насыщенный свет красивый. Угу. Слушай, ну я буквально пять минут варю ее всегда. Угу. Вот именно на той стадии, на которой ты сейчас находишься, я закрываю крышечку и пускай она на медленном огне варится, чтобы, так сказать, все вкусы соединились. Угу. Я в России вообще экспериментировала очень много с вот этим рецептом. Я добавляла даже картошку туда, морковь, чтобы у меня получился суп. Ну, в принципе, моим, ну как бы домочадцам, там, папе с мамой, очень нравилось. Очень нравилось вот этот рецепт, и мама даже взяла себе на заметку его. Потому что, вы знаете, бобовы – это вот такая штука, которую нужно знать, как правильно приготовить, чтобы действительно было вкусно. Потому что если просто отварить, то это не очень получается вкусно. Поэтому все-таки рецепты какие-то нужно. Пишек. Идет сити. В общем, рецепты какие-то нужно знать, чтобы было очень вкусно готовить, и вкусно получалось, и с удовольствием как бы есть полезные вещи. Сейчас, ну, как бы мы готовим... Вообще в Индии не готовится, никогда не добавляется картошка, морковка, ну, как бы вот этот чечевичный суп, потому что это просто как чечевичная похлебка идет. То есть в Индии, как подается блюдо, это рис, лепешки, сабджи, овощи, да, хоть это с масал, хоть это просто жареный, и к ним идет чечевичная вот эта похлебка. Все, давай, самая последняя – это кента. Вау. Какая красота. Шек, мы самое главное забыли сказать. Ну что? Сколько на чечевицу нужно воды? Это вообще как не принципиально важно. Как бы я, например, люблю густую чечевицу. Вот Шекар, его семья любит вообще жидкую, вот как сейчас приготовили, вот действительно как похлебка. А я люблю, чтобы как больше суп-пюре такое вот было, и чтобы, ну, как бы вроде бы, и ты ешь, и как, ну, как бы не совсем жидко, не совсем бусто, ну, прям золотая такая середина. И поэтому вы сами определяете. Я, например, вот чечевицу беру, и в три раза больше воды. Чекар, наверное, в пять раз больше воды кладет. Кладет. Ну, и ты потом положишь туда кефир, кефир. Да. Ну, можно, кстати, со сметаной. У меня папа, да, очень любит со сметаной кушать. Там сливки, ну, что-то можно положить, очень вкусно получается. Мастер-класс. Против. Ого. Мастер-класс. Что не готова была. Ладно. Ты меня сбиваешь в толку. Ничего не получается тут. Чекар, потому что у кого-то руки из полка растут. Нет, я... Вот, иду сега на руку со мной. Все, я уже раскатала. Угу, на лепестках. Ногу не откладываем. Вот так вот делаем. И ничего сложного. Умница. И вот так. Оба-на. Все. Ребят, спасибо большое за просмотр. Мы сейчас идем кушать. Приятного нам аппетита, приятного вам аппетита. Мы убежали сейчас с кухни, потому что все домашние хотят кушать. Ну, это поздно начинали. Ну, да, поздно начинали. Ну, хотя, может быть, и приготовили еще. Время только 10, и как раз таки они в 10 часов и ужинают. Спасибо вам большое за ваши просмотры, то, что вы остаетесь с вами. С нами. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч. Также все остается в силе. Пишите комментарии, свои идеи, что хотите увидеть на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok